7 класс, 30 серия. Теорема о сумме углов треугольника. Сумма углов треугольника равна 180 градусам. Рассмотрим произвольный треугольник АВС и докажем, что сумма углов треугольника угол А плюс угол В плюс угол С – 180 градусов. Через вершину В проведем прямую, параллельную стороне АС. Допустим, прямая А параллельно АС. Если АС параллельно А, то накрест лежащие углы равны. Накрест лежащими углами являются угол 1 и 4. Кроме того, накрест лежащие углы, которые будут равны, это угол 3 и угол 5. Ну, а теперь давайте рассмотрим, чему равна сумма углов 4, 2 и 5. В сумме они составляют 180 градусов. Развернутый угол. Значит, 4 плюс 2 плюс 5 – 180. Так как угол 4 равен 1, а угол 5 равен 3. Значит, сумма углов 1, 2 и 3 тоже будет 180 градусов. Итак, сумма углов треугольника 180 градусов. Внешний угол треугольника – это угол смежный с каким-нибудь углом этого треугольника. Ну, вот на картинке показан один из внешних углов треугольника. Давайте докажем, что внешний угол треугольника равен сумме двух углов треугольника, не смежных с ним. Так, давайте рассмотрим произвольный треугольник. Давайте обозначим углы треугольника 1, 2, 3. Причем сумма углов треугольника 180 градусов. Значит, 1 плюс 2 плюс 3 – 180 градусов. Четвертый угол – это угол смежный с третьим углом. Причем сумма смежных углов 180 градусов. Значит, угол третий плюс четвертый – 180. Значит, первый, второй, третий – 180. И третий плюс четвертый тоже 180. Значит, угол четвертый имеет такую же градусную меру, как сумма двух углов треугольника, не смежных с ним. То есть угол первый плюс угол второй. Первая задача. Найдите больший угол треугольника, если известно, что отношение градусных мер треугольника – 2 к 2 к 5. Этот треугольник будет равнобедренный. Это будут углы при основании равнобедренного треугольника. Градусная мера их будет 2 умножить на х, 2 умножить на х, а больший угол треугольника – 5 умножить на х. Сумма – 180 градусов. Можно решить уравнение, найти значение х – 20 градусов. Больший угол треугольника – 5 умножить на х, значит, больший угол треугольника – 100 градусов. Вторая задача. Биссектрисы углов А и В треугольника АВС пересекаются в точке М. Надо найти угол АМВ. Этот угол надо найти. Если известно, что угол А – 50 градусов, угол В – 80 градусов, АМ – это биссектриса. Биссектриса делит угол пополам. Значит, угол ВАМ, вот этот угол – 25 градусов. ВМ тоже биссектриса. Значит, угол АВМ равен половине от 80. Значит, вот этот угол – 40 градусов. А чтобы найти градусную меру угла АМВ, надо из 180 вычесть 25 и 40. Значит, градусная мера угла АМВ – 115 градусов. Третья задача. Один из внешних углов равнобедренного треугольника – 100 градусов. Найдите угол при основании равнобедренного треугольника. Надо рассмотреть два случая. Давайте начнем с первого. Когда внешний угол, который является смежным с углом при основании. Значит, если здесь 100 градусов, значит, угол при основании равнобедренного треугольника будет 80 градусов. Углы при основании равнобедренного треугольника равны 80, 80. И угол, который противоположный основанию, будет 20 градусов. Это 180, минус 80 и 80. Это первый случай. То есть первый ответ. Угол при основании равнобедренного треугольника – 80 градусов. Так, теперь надо рассмотреть второй случай. Когда внешний угол, имеется в виду вот этот, то есть угол не при основании, а противоположный напротив основания. Так, если здесь 100 градусов, вот этот угол внешний 100 градусов, смежный с ним – 80 градусов. Так, а теперь осталось найти углы при основании равнобедренного треугольника. Сумма углов треугольника 180. Значит, 100 градусов приходится на вот эти два угла. 100 делим пополам, получается 50. Второй ответ. Угол при основании равнобедренного треугольника – 50. Итак, в этой задаче два ответа. 80 градусов или 50 градусов. 80 градусов. Продолжение следует...